Виталий Федорович, вы не ответили, что придете, но вы придете. Я ответил, что есть у нас нормальная комиссия с 18 человек, которые будут... А люди города этого комиссии? Они нормальные? Есть норм... Вы можете пойти на встречу? Вы кого-то направите туда, Виталий Федорович? Мы просто просим поговорить с нами. У нас есть комиссия с 18 человек, которые от жителей города... Кто это? Владимир Петрович, пожалуйста, сегодня мы будем принимать. Почему вы не хотите выйти с людьми? Вы просто нам расскажите все. Я еще раз говорю, сейчас не готова площадь. Площадь будет, когда готова, тогда и прием. У вас по контракту вчера нужно было выбрать. Не знаю, теперь уже депутаты, это не снимает ответственности. Я думаю, что... Вот мы все же летом ходили, мы примерно... Почему мы летом не задавали вопросы? Хотя, с другой стороны, понятно, что были... Работы велись еще, вроде как. Нет, ну да. Текущий момент. Это сразу же было ясно и понятно. О чем было спрашивание? Не видно все. Ну, работа... Ну, думали, что, наверное, как и наши чиновники, думали, что лето, оно еще будет очень долго. До декабря? Да, примерно. А с такими темпами это все в итоге. Здравствуйте. 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 Николай Григорьевич, вот вы теперь как депутат городского совета имеете полномочия? Ну, это надо было сегодня, вот раз собрались, надо было сегодня прокурора пригласить, чтобы он своим взглядом тоже оценили, сколько сюда... Но вы можете запрос сделать, как депутаты. Они же могут сделать запрос. Конечно, конечно. На собрании еще не было. Не было. Если уже официально вручили удостоверение, вы же теперь уже действуете. Но будет это... Там еще будут назначать, наверное, кто в КПК. Николай Григорьевич, назначить тебя председателем или членом комиссии по законодательству, или по бюджету. Но ты же не тот заместитель. Патриоты России пришли поддержать народ. Смотрите, мы сегодня собрались на народную приемку. Я распечатал техническое задание, согласно которого на сегодняшний день, точнее говоря, на вчерашний, должно быть посеяно газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную. 1070 квадратов здесь. Должно было быть засеяно газонов. Скамеи должно быть на площади 24. Урн новых должно быть установлено 16. Причем урны новые должны выглядеть вот таким образом. Вот. Современные, конечно. Современные урны. То есть вот сейчас это стоят, это бэушные. Новых урн я, в принципе, здесь не вижу. В общей сложности ремонт асфальтового покрытия. Должно быть сделано 324 квадрата. При этом устройство покрытия из брусчатки должно быть 157 квадратов. Подготовка почвы должна была сделана быть 1688 квадратов. И устройство покрытия асфальтовых почти 1400 квадратов. И установлено 1120 бордюр. 1120 метров бордюр. Есть предложение, но вот разбиться сейчас на группы. И хотя бы бордюры посчитать, новые, которые установлены. Замена бэушных вообще не предусмотрена. Соответственно, здесь. Должны быть старые выкинуты и установлены новые. То, что установили бэушные, мы как бы видим, что их установили в кривкость. Также в смете в этой предусмотрено полностью восстановление всех демонтажных работ. Восстановление всех асфальтовых покрытий. Бетонных. После прокладки кабелей. Тоже мы видим, что везде грязь. Соответственно, покрытия данные вообще не восстановлены полностью. Поэтому, ну, я взял с собой электронную рулетку, простую рулетку. Поэтому есть предложение. Ну, вот давайте, наверное, на группы разобьемся. Одни по той стороне пройдут. Кого берете себе в помощь? Я полностью возьму. Ну, вот и мы потанцевали. А вопрос сразу давайте. Ну, вот мы сейчас посчитаем. Это все хорошо, правильно. Мы все зафиксируем. У меня с собой акт подготовлен. А у вас есть ответ? Вы же обращались в администрацию? Да. Мы обратились к Виталию Федоровичу. Пригласили, соответственно, его прийти сюда, к нам на площадь. Но он сказал, что приемка будет происходить позже. И сейчас, после планерки, мы к нему еще раз с коллегами из средств массовой информации подошли. Он сказал, что он не считает нужным сюда выходить. И будет принимать, когда это все доделают. А как это доделают, никто не знает. Есть какая-то тайная группа из 18 человек, комиссия, которая это все принимает. Ну, кто входит в эту комиссию, мы до сих пор не знаем. Вот, якобы, общественники туда входят, как бы, ну... Вот, комиссии 18 человек. А рабочих было 2-3 человека в день здесь копались. А вот комиссии, да. Я сразу, почему? Я за себя болею. Вот я, меня никто не лишал права быть членом общественной палаты. Так? Ну, я не знаю, может быть, это что-то такое сверхъестественное. Ну, почему я никогда не получаю никакое приглашение вот на эти мероприятия. Вот когда все произойдет, потом говорят, вот общественная палата не участвовала. Ну, я хочу участвовать. Почему меня в эту группу никто не запишет? Я тоже свое слово хочу сказать от народа. Потому что хотите слово сказать, поэтому не запишут. Да, правильно, правда. Что вы, на ответ не знаете, что ли? Это свой вопрос. Так, где и по какому мне? Нет, ну как пригласили человека или палки? Почему не прийти? Может быть, мы с вами все посчитаем, а потом, чтобы высказать свою позицию, рабочей группой какой-то соберемся, пригласим с администрации сюда и выскажим. Нет, есть предложение создать рабочую группу, которая подпишет акт итоговый. То есть сейчас все мы пройдем, нас много сегодня. Мы все посчитаем в том объеме, в котором, соответственно, сделано по факту. И создать рабочую группу из трех-четырех человек, которые подпишут итоговый акт нашего осмотра, перейдут в администрацию, но еще раз хоть не давайте к Палкину. Хотя сегодня он нас, ну как бы, отправил. Новый участок, вот выложен. Это новый. А где обещанная стваль? Берут. Край. О, давай. Ну, что они заделаны? Вот эти. Более один, сюда вставай, на точку. Пять вопрос. Дайте мне-то что-нибудь подчеркнуть. Вот где на галликах, вверху лежат. Отсюда? Да. Десять метров. Вот это дейка, мы хочем поделать. Да, так десять. Пятнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать метров ширина. Сейчас мы это все зарисуем. Смотри, квадрат. Ладно, Григорьевич, давайте будете рисовать тогда. Давай. Ладно. Она как бы теобразная, да? Вот это квадрат. Вот получается фонтан. Дай, вот рисуем. Дай, хорошо, что говорили. Пятнадцать. Пятнадцать. Рисуем. Так. Вот это ширина. Грубо говоря, 3 метра. 15 метров вот так она, 3 метра. 2 метра, 2 метра. 2 метра, 2 метра. Таких сколько заменили? Измирять, чтобы достали, когда напухали. Вы знаете, я бы вот что хотела. Я вот как слышу несколько раз по телевидению, что на эту площадь выделили 7 миллионов рублей. 6,5. Ну пусть 7,5, если очень точно. Значит, пусть они отчитаются за каждый рубль, что закуплено сюда, какие работы произведены, сколько оплачено. Мы сегодня и хотели это сделать. Я сейчас, ребята, вам скажу, как сейчас хитро все делается. Сейчас делается смета. Должна быть предварительной сметы. Немерняка не будет. Сейчас будет смета, которые будут цены 2001 года, пересчитанные потом на материалы, на коэффициенты, которые утверждает чай. И все это по этой смете. Эти материалы могут оказаться в три раза дороже, чем они. А какое-то лицо ответственное сможет отчитаться за это? Кто конкретно этим занимался? Ты женок. Ты женок? Сразу, у нас сейчас рабочий друг вакуум, депутаты, председатели. А мы за ним путьком сзади. И что? Мы пригласили сюда. Мы вот сейчас посчитали, у нас не хватает здесь ни бордюра, ни есть вопросов. Юлия Алексеевна, они не пускают, только по паспортам. Вы думаете, есть смысл сейчас идти и кричать? Если к людям даже сюда не кричать, а зачем тогда мы здесь садимы? И спросить, конечно, и под вход по паспортам только. Почему? Вот я пошла, предъявите паспорт. Ну и разговаривали с ними раз, они сами не выходят. Да? Это же не дело, что это такое. У них сегодня должен быть по-моему прием. Как? Пойдемте все. Вот все рядом. Мы уговаривать не будем. Давайте, кто готов сейчас пойти к Владимиру Петровичу? Я пойду. Я пойду. Все пойдем. Давайте все пойдем. Все пойдем, но только они без паспортов не пускают. Да как это так? Еще не хватало какие-то паспорта. Пойдем уже. Да, сейчас паспортам, они заходят по паспортам, поделите паспортам. Не пускают они. Пошлите, девчонки, ну пойдемте. Пошлите, девчонки, ну пойдемте. Пошлите, девчонки, ну пойдемте. Малый завтрак. Всем еще раз здравствуйте. Я понимаю, по какому вопросу вы пришли. Да. Давайте просто, во-первых, спасибо за ваше неравнодушие, за вашу критику. Это все правильно абсолютно. Но на сегодняшний день никто площадь принимать, тем более в таком виде, не будет. И вопрос о приемке площади на сегодняшний день не стоит. Площадь будет приниматься после выполнения всего комплекса работ, а у нас три контракта. Это контракт один освещение, второй контракт благоустройство, и третий контракт у нас родился после проведения торговки благоустройства, где было снижение по цене данного контракта, там получилось миллион триста семьдесят пять. Вообще общественной комиссии было решено выполнять работы по памятнику. Вы видели там, что сделано, да? В каком состоянии тоже видели до этого. Что касается выполнения работ. Я уже интервью давал по выполнению работ, как выполнены работы, как не надо выполнять. Значит, еще раз повторяю, эти работы будут приниматься после 100% выполнения. Да, контракт закончился, контракт до 25 сентября. Штрафные санкции есть? Значит, штрафные санкции, безусловно, это раз. И второе, это у нас, вы прекрасно понимаете, какую лепту внесли погодные условия наши, да? То есть, ежедневно дожди, ежедневно дожди. Поэтому в таком виде, еще раз повторяю, никто принимать ее не будет. Давайте по порядку, позвольте, да? Минуточку, минуточку. Я начал, давайте, не будем не ставить условия. Выступим все, как поможет. Я понимаю, это ваша инициатива была, значит, но любая приемка с законченным строительством или ремонтом объекта, значит, назначается по заявлению подрядчика, подрядчика о том, что он закончил, закончил все работы в полном объеме и прошу назначить комиссию. Этого нет и пока не будут устранены все замечания. Мы замечательно указывали о том, что, ну, грязь, это понятно, внесла погода, и плюс, как они отработали, это ясно и понятно. Значит, второй момент, это было по бордюрам, о том, что не была соблюдена линейность, то же самое. По освещению о том, что у нас раскопано и не выполнена нормальная обратная засыпка и временная подсыпка, хотя бы щебнем, чтобы не растаскивать грязь по площади. Это у нас исполнитель, подрядчик, электросервис. Очень много жалоб от жителей поступает с 13-го дома, с 13-го, это вот выход на детскую площадку. Убрали крупные вот эти бетонные осколки, асфальтовые, но при всем при этом осталась грязь. Значит, буквально завтра та дорожка будет засыпана щебнем. Сегодня и до этого подрядчику было указано на это. То, что здесь сделали, я прекрасно понимаю, это неправильно, что сначала развели грязь, а потом начали подсыпать ПГС. Это в корне неправильно. Вот если бы он сделал, а подрядчик категорически отказывался это делать, нормальную обратную засыпку, гончаров. Поэтому там особый тоже разговор будет. И, соответственно, будут применены либо штрафные санкции, либо уменьшена плата по контракту. На сегодняшний день грязь, значит, завтра будет убираться, щебень будет завезен и подсыпан. Позволят погодные условия, мы выполним весь комплекс работы. Весь комплекс работы выполнен. Значит, по памятнику Ленина практически работы там завершены. Если кто-то подходил, то, наверное, видели. Вот. У нас там было по контракту как раз вот именно нижняя часть, вот эти три ступеньки. То есть они снимали мраморные плиты, выкладывали дополнительно, они завозили плиты и все уложили. Значит, по нормальной схеме, потому что ко всем праздникам, вы знаете, как мы готовились. Там подмажем, там прилепим. Это не ремонт называется, это так. Губы намазать и то не путем. Вот. Поэтому вот таким вот образом. Все замечания всегда выслушивал и выслушиваю. Слушать буду, значит, и все замечания будут устранены. Все, я вот что сказал. Вот теперь, пожалуйста, слушай. Позвольте, да, мне начать. Владимир Петрович, ну, сразу по техническому заданию, соответственно, что легал основу сметы с заключенным контрактом, есть несколько серьезных вопросов у нас. Сегодня мы произвели обмеры, частично, по крайней мере, то, что мы смогли сделать. Смотрите, в смете стоит подготовка почвы 15 сантиметров на 1070 квадратов. И на этой 1070 квадратчиком должен был произведен посев газонных портеров, мавританских, обыкновенных вручную. То есть должны быть засеяны газоны на 1070 квадратах, засыпана земля. Этого нет. Это будет сделано в этом году? Безусловно. Значит, коль позволят условия, будет сделано. Не позволят, значит, не будет сделано. Можно сказать, по снегу даже. Тогда, значит, он сам... Мавританский газон садил у себя в деревню. Будет сделано. То есть 1070 квадратов газонов еще будет произведено? Безусловно. В смете это есть. Хорошо. Вопросы возникли по урнам, которых вообще нет новых. В смете стоит 16 новых урн. Урны будут подвезены. Это однозначно. Тогда. Значит, до момента сдачи, пока еще заказчик не... Вернее, прошу прощения, не заказчик, подрядчик не заявлялся о приемке работ. Поэтому пока, значит, не будет урн, никакой приемки не будет. Дмитрий Петрович, ну и в продолжение малых архитектурных форм, о скамейке. Почему сделан такой выбор? Скамейки реально неудобные. Люди все критикуют. То есть те, которые были со спинками, они гораздо были комфортнее. В плане время пребывания на площади жителей. Кто сделал такой выбор на такие скамейки? Они больше подходит для бани. Значит, по скамерикам. Кто дизайнер? Вообще был дизайнер специальный? Ну, я задал вопрос. Давайте, Вадим, вообще, смотрите. Тогда позвольте, я вам объясню. Значит, все вот эти урны и скамейки, значит, когда делался дизайн проект площади, там именно были эти скамейки. Никаких вопросов ни у кого не возникало. Это раз. Второе. Мы говорим про диванчики про эти, про лавочки, которые были. Да, безусловно, они красивые. Ну, вы видели, сколько было скамеек за веронтом узел? Просто варварски. Их гнут, гнут. Каждую весну, по крайней мере, за два года, в прошлом году и в этом году, мы действительно проводили ремонт. Просто доски отрывали, ломали, спинки гнули. А то, что такие скамейки, это лично не мое было принято. Это все было, значит, на общественное обсуждение вынесено. И там конкретно замечаний не было по этим скамейкам. Здесь я вам, честно... А где это обсуждение было? Кто в нем принимал участие? Кто это дизайнерское такое решение получил? Все-таки, ну... Ну, вот я вам по скамейкам ответил. А кто, кто? Где это общественное обсуждение было по этим скамейкам? Где этот проект был? Общественное обсуждение по скамейкам не было. Дизайн-проект и вообще вся информация была размещена на сайте администрации. И любое изменение, любые действия пошагово все размещались на сайте администрации. То есть дизайнерский проект был на сайте администрации. Да не было ничего. Да никогда ничего, господи. Давайте, Валерий Петрович, ответит. Он уже спрашивает. Ну, ладно, ладно. То есть дизайнерский проект был на сайте администрации. Хорошо. Я, честно, завязанные диванчики, кованые в узел, я не видел. Я видел хорошие демонтированные. У меня вопрос, куда делись демонтированные кованые скамейки, диваны. И куда делась демонтированная брусчатка, которая в более-менее хорошем состоянии была. Значит, то, что касается брусчатка, которая демонтирована, она была уложена вновь. Та, которая была попорчена при демонтаже, они положили, значит, произведена укладка на мыль. Вот. Теперь, значит, что касается скамеек. Все скамейки находятся, значит, на ответственном хранении в ОГХ. И сколько их штук? Не помните? Я по количеству не могу вам сказать, но все скамейки в полном объеме, они находятся там. Ну вот, привезите нам это, скажу. И вопрос, а опоры куда делись? Вот эти хорошие опоры, которые ромашкой рассеивали свет, их куда делись? Опоры, опоры, они сдемонтированы, и они сдемонтированы, и также находятся на хранении. Никуда они не идут. Значит, ОГХ в курсе. То есть здесь ничего не уйдет никуда на сторону. Смотрите, ну вот сегодня, получается, часть бордюров, которые выполнены, ну, выполнены не очень качественно. Это, как бы, и вы видите, этого вы не скрываете. Я согласен с вами. Есть вопросы по ним, но есть и вопросы по тем бордюрам, которые остались. Во-первых, мне непонятно, почему они остались. Сегодня мы прошли, просчитали объемы. На сегодняшний день, по крайней мере, вот как наша комиссия установила, произведен монтаж тысячи девятьсот сорока девяти метров новых бордюр. В смете заложено тысяча сто двадцать метров. То есть порядка ста семидесяти метров бордюр новых уже не хватает. Игорь Александрович, Вы не правы, их не просто не хватает. Значит, оплата будет производиться по факту. Вот по плану, да, по смете тысячу сто двадцать метров, тысячу сто двадцать метров. По факту девятьсот пятьдесят. Перед приемкой будет разведен дополнительный обмер. Кроме этого, работы выполнялись по замену бордюр. Вы знаете, что на полную замену бордюр по площади финансирования недостаточно того, которое выделили. Почему сто семьдесят метров вот эти не использовали, то есть остались старые клубы? Дмитрий Александрович, дайте я до конца договорюсь. Вот. Поэтому было принято решение сделать лицевую часть, как мы сделали. Вот именно здесь, где у нас лежат старые бордюры, значит, те бордюры, которые демонтировали, которые вдоль Карла Маркса, значит, и из них отобрали нормальные, неразбитые, и здесь бордюры, которые были разбитые, их просто заменили. А то, что касается новых, значит, я вас заверяю на сто процентов, оплата будет только по количеству бордюр, которые уложены. Все. Не на один метр. Старые не будут укладывать, если новые еще заложены, доплютые, но это не старые, как понять. Сто семьдесят метров извините. Значит, вот этих сто семьдесят метров недостаточно для того, чтобы сделать все до конца. Ну, так и все равно. И у нас старые на старые менять. Просто потому, что сейчас старые поменяли на бэушные, и стало еще хуже. Ну, реально стало хуже. Нет, нет, нет. Все такие шишки сейчас с бетона навазали. Значит, Евгений Александрович, первое, во-первых, там будет подбетонирование, соответственно, краска будет сделана. Это все будет сделано, потому что в таком виде, как просто заменили грязь и прочее, оставлять никто не будет. Владимир Петрович, вот смете у подрядчика, который благоустройством площади занимался, как раз восстановительные работы после укладки кабеля. Хоть вы говорите, что это должен делать электросервис, я это вижу объемы как раз в смете другого подрядчика, нашего Красноярского. Евгений Александрович, вы меня не поняли, какие вы установительные работы. Значит, в смете, в электросервисе разработка траншей экскаваторов и разработка траншей вручную. То есть, там есть разработка траншей вручную и обратная засыпка. То есть, обратная засыпка как выполняется? Когда, значит, выполнено производство траншей, вот этот асфальт, эти большие куски асфальта, бетона, они должны быть убраны. Произведена обратная засыпка и перед асфальтированием, а это их задача, должна быть выполнена подсыпка, чтобы не было грязи. Я имею в виду либо щебнем, либо ПГС. Сейчас нагромим весь месяц. Но она была когда выполнена? Когда развезли грязь. И подрядчик категорически был против этого. Но когда в конечном итоге он согласился, вот он развез грязь. Теперь, значит, будет что? Я уже говорил в начале нашей беседы о том, что с завтрашнего дня они убирают и будут засыпать щебы, чтобы не было грязи. Ну, бетонные работы, восстановление, оно у подрядчика красноярского. Значит, и бетонные работы они будут выполнять. И асфальтирование, и бетонирование. Все в этом году еще. Жители 13 дома получат нормальное благоустройство. Безусловно так. И это будет выполнено красноярскими подрядчиками. Красноярскими подрядчиками. Ну, у нас есть, вы знаете, кто работает на субподряде. Тут никто не скрывает. Владимир Петрович, вот смотрите, сейчас с площадью, ну, конечно, беда. И это выполняет все подрядчик, который, соответственно, нам делает ФОК. Подрядчик официально по контракту один и тот же. Вот за все, что сегодня произошло, нужно ставить вопрос о внесении этого подрядчика вообще в число недобросовестных. С учетом того, что часть уже объемов не выполнена, и выполнена, вот как мы сейчас понимаем, не будет. Те же бордюры 170 метров, они не доставят. По брусчатке, сейчас мы, конечно, замеры наши еще раз просчитаем, но я вот смотрю уже визуально, тоже есть вопросы. То количество, которое указано, необходимо было выполнить подрядчику, оно тоже не выполнено. С подрядчиком какие меры будут приниматься с Красноярскими? Значит, с подрядчиком конкретно, что было указано? Вы же знаете, что, ну, не буду я говорить про проведение всех этих пластичных мероприятий, то, что связано было с приездом буртистов, да? Здесь очень много было нарушено. То есть по брусчатке. Брусчатку объемы, безусловно, будут указаны именно те, и оплата будет за те, которые он выполнен. И брусчатку они дважды перекладывали. Значит, первый раз он вложил брусчатку, и, как на площади у нас было, на шахматном порядке положено. А он просто делал другой рисунок. Поэтому мы его заставили, ну, это за счет собственных средств, безусловно, выполнить перекладку. Все объемы, еще раз говорю, будут уточнены, и никто за невыполненный объем работ оплату производить не будет. Ну, это понятно. А более серьезные санкции подрядчику будут применены, который, соответственно, не выполнил те работы, которые необходимо в эти сроки сделать, и в том объеме? Этот подрядчик, значит, строит ФОК. Если он не смог построить нам площадь, элементарные работы по благоустройству, как он может здание построить? Безусловно, если работы не закончат, не сдадут с нормальным, с хорошим качеством площадь, ему будут применены. Про освещение. Срезали, соответственно, хорошие высокие опоры. Поставили шесть маленьких опор. Разговаривая с подрядчиком, он говорит, Евгений, однозначно это освещение площадь не перекроет. На площади будет куча темных пятен. Вот как в этой ситуации быть? Зачем эти работы так сделаны? Ну, я вам скажу так. Опять-таки, по освещению. По освещению предлагалось несколько вариантов. Пушкинские светильники и так далее, и тому подобное. В конечном итоге, коллегиально было принято решение по установке вот этих шести опор. Это был сделан расчет о том, что освещение, я вам, ну, с моей точки зрения, оно нисколько не хуже, чем было. Значит, освещение это включили в пятницу. Значит, на одном мачте не было. Значит, освещение не работало на одной мачте. Это который угол Карла Маркса и Арбузова. Вот, сейчас включили, но, по крайней мере, даже в эту погоду я был. Владимир Петрович, тогда лично приглашаю вас сегодня вечером прогуляться по площади и посмотреть освещение. Как вы это смотрите? Я уже прогуливался, вам скажу, и, по крайней мере, освещение нисколько не хуже, чем было. Ну, оно же должно лучше встать. Среда называется комфортная. Оно должно стать более комфортной, чем было. Значит, и еще мы не сделали там, не доделано освещение, не установлены еще прожектора. На памятники. На памятники. Но я говорю про саму площадь, непосредственно про саму площадь, поверхность площади. Она же должна быть вся освещена, чтобы люди могли вдоль фонтана пройти, по дорожкам пройти, и пройти, ну, по освещенному участкам. Все понятно. Пройдемся вечером, посмотрим вместе. Почему мне нужно купить столько? Не получится. Мы, Владимир Петрович, всем, что мы свозили, все, деньги затратили. Владимир Петрович, мы сейчас были с 10 часов на площади, да? Мы не увидели ни одного человека, который бы выполнял хоть какие-то работы. Ни одного человека. Мало того, что с администрации никто не спустился к людям, которые делают эту площадь. Из администрации города. И я хочу напомнить, ну, передайте Виталию Федоровичу, если здесь сегодня он не захотел встречаться с людьми, что он деньги получает, свою заработную плату, в том числе и за счет людей, которые сегодня здесь находятся. Но к людям никто не вышел. И помимо того, что мы были на площади, мы не увидели, еще раз повторю, ни одного человека, который бы там работал. Они почему там сегодня не работают? Сегодня не работают из-за того, что сыр и грязь. Так и завтра будет. Сегодня у руководителя подрядчика в городе нет. Я с ним с утра уже перебиваю. Поэтому завтра будут заниматься подсыпкой, уборкой грязи и подсыпкой. Владимир Петрович, ну вы же вы тоже человек, который отработали очень много лет. Вы все это прекрасно знаете. Вы из окна своего кабинета видите площадь. Вы же видели, что все лето там было 3-4 человека. Да, правильно. 3-4 человека. Один работал, три лето. Да, да, да. Я ходила и видела, что творилось. Этот вопрос поднимался ежедневно и на одну по нескольку раз. Ну а почему не слушали они вас? Подрядчик, мы подрядчика не назначаем. Подрядчик был. Заказчик спрашивает. Есть конкурсные процедуры. Юлия Алексеевна, вы это знаете. Я это понимаю. Вам сегодня правильно сказали. Давайте в чем-то развязанных, мы просовесных этих людей будем включать, чтобы другим было неповадно. Безусловно, я с Евгением Александровичем согласен в этом вопросе, согласен. И в случае, если они не сделают площадь, они будут включать. А когда они должны ее сделать? Сейчас какие сроки поставлены? Сейчас какие сроки не поставлены? Значит, на сегодняшний день, не буду вас обманывать, сроки не поставлены, потому что вы знаете погода, видите, какая. Сегодня хорошая погода. Поеду к опусту, все работают. Уже, Владимир Петрович, не будем дольше мучать, так как встреча была непредсказуема. Задам просто еще последний вопрос. Вот вы, председатель комиссии, как вы оцениваете свою работу, работу чиновников по благоустройству в центральном площади? Какую себе вы оценку поставили? Двойку. Я знаю, что здесь недоработка. Вот или здесь сработали? Кол-кол ставить. Вообще, наверное, что начали-то с площади? Надо было прокатать, где-нибудь на соборках. В завершении вот то, что мы составим, безусловно, акт, чтобы и люди его подписали, которые присутствовали, да, потому что это мнение людей, все-таки это программа, прежде всего, для людей. Об этом говорил Блишко, когда присутствовал в нашем городе. Так как 25 сентября уже позади работы должны были быть завершены, сегодня мы со своей стороны, со стороны депутатов городского совета поставим известных депутатов законодательного собрания Красноярского края. Будем просить подключить их, счетную палату Красноярского края, к проверке, как израсходование денежных средств. На сегодняшний день, Юлия Алексеевна, ни единой копейки на площадь бюджетных средств не израсходовано. То есть оплата за выполненные работы проводится за стопроцентное выполнение всего комплекса работы. Никакой предоплаты, никакой процентовки быть не может. И поэтому ни единой копейки не израсходовано и не будет нецелевого расходования бюджетных средств. Такие работы, зачем, по-моему, Владимир Петрович не стоит платить? Площадь-то действительно стала художественной. Она стала хуже, по ней просто невозможно пройти. Вот если мы сейчас к вам шли, мы не могли пройти. По газонам, по травке, по дочушкам не пройти. Даже голуби, извините меня, дохлые, то валяются на центральной площади. По газонам вопрос понятен. Понятен то, что касается, значит, исполнения абордюривания по соблюдению линейности. Замечания высказаны, и они, часть устранены, где-то не устранено, в обязательном порядке устранятся. То, что касается газонов, вы сами понимаете, сейчас эта черпота, она и останется до весны, пока не зайдет трава. Трава не без долга должны посеять. Что касается грязи, да, грязь есть, я с вами согласен, и здесь от этого никуда не уйдешь. В обязательном порядке это все будет ликвидировано, замечания должны быть устранены, бетонирование должно быть выполнено, асфальтирование то же самое, все разрытые места должны быть благоустроены. Когда вы дату окончания работы определите, если сейчас и что она у вас не определите, неизвестно, как будет по следующему году. Они должны нам закончить в ближайшее время. А не проще ли вообще остановить работу до весны? Да, есть прогнозы, что обещают бабе лета еще раз. Не будет бабе лета, не будет. Поэтому, значит, тогда будем просить, если не будет погоды, будем просить о том, чтобы перенесли. Вот это будет реальность, это действительно будет грамотно сделано. Мы как все-таки уже взрослые люди понимаем, любая работа сделана некачественно, если она делается, так скажем, в домашних условиях, да. Мы говорим человеку, который у тебя работает, сделай или забери весь свой материал и уходи со своим материалом. Мы наймем других людей. Поэтому не проще ли поступить так? Не переделывают, потому что действительно прошлись по площади, площадь в ужасном состоянии, в ужасном. Брусчатка положена, самая дешевая, которая вот-вот она к весне вся полопается. Так как строитель более-менее, я в этом соображаю, скажу, что брусчатка до весны под снегом, под холодом, она к весне, если вы примете сейчас эту брусчатку, она к весне пойдет 50% в ноль. Поэтому проще, проще, действительно, не разбрасывайтесь деньгами, деньги очень большие, народные. Перенесите теперь, раз не уложились, не уложились, не сделайте вы до снега все это, не успейте. Если вы за три месяца не успели все сделать, не портите деньги, народные. Преступили не было, был месяц всего. Все лето, все лето наблюдаем за этим бардаком, все лето. То есть каждый день ходим на работу. Владимир Петрович, действительно, понимали, месяц остался. Преступили, ватусе, месяц. Ну, тем не менее, Владимир Петрович, вы же могли понять о том, что не успевают, погода плохая. Деньги тратят, все, материал тратят. Зачем надо было это делать? Ну, вы же как руководитель могли сказать, все, ребята, не получается у вас, идите, не вставайте. Выполнена работа на 100%, не будет никакой оплаты. А зачем сейчас ее делать? Не будет ее под снегом видно, Владимир Петрович, не будет. Давайте сделали уже кучу ошибок, исправьте их, отнесите все на весну, отнесите на весну, и будет нормально, народ поймет. Сейчас, да, мы уже потерпим, сейчас ляжет с них ни этой брусчатки, ни этих бордюров, ни этой травы, ее видно практически не будет. Траву вопрос, мороз станет, это 50 на 50. Я как агроном могу сказать, она может половина не взойти, деньги угробите. Бордюры, которые сейчас будут замазываться, они ровно через месяц, а к весне они все полопаются. Брусчатка, вы видели, каким образом брусчатка? Ни фантазии, ни ума, ни рисунка, ничего нет. Как можно было эту брусчатку изначально начинать ложить? Валентина Федоровна, значит, об этом разговор сейчас мы, естественно, иду. Еще по бордюре я хочу сказать. Владимир Петрович, а если работы будут перенесены на весну, нам финансирование сохранят? Так вот нам нужно переговорить. Спасибо.